Вы не осознаёте, что вы бублик. Почему? Потому что мы со всех сторон снаружи покрыты покровом кожным и слизистым. Кожный покров перетекает в слизистую, у меня, например, в районе рта, и вторую часть я не буду показывать, где тоже есть слизистая. И вот эта труба там, которая течёт, она внешняя среда вашего организма. Мы как бы думаем про себя всё время в отрыве от окружающего мира. Мы как бы думаем, есть мы, есть мир, есть такая какая-то внутренняя противопоставленность. Но вот если мы возвратимся опять же к современной философии уже, мы не можем установить границу, где кончаюсь я и где начинается мир. Этот мир вокруг нас существует, и в этом мире всегда есть то, на что можно опереться. Всегда есть то, что можно найти в качестве ресурса. Это знания, это другие люди, это какие-то практики, которые другие люди вам способны транслировать. И я пытаюсь транслировать, насколько у меня это получается. Поэтому если мы говорим, как создавать для себя обстоятельства для изменений, это быть чуткими, не сворачиваться внутрь, а видеть эту свою безграничность, возможность своего участия во всех процессах, которые у вас происходят.